Под толщей же темных вод скрывается от постороннего взора зловещее и беспощадное чудовище гиперпаратериоз. С 2006 года каждый второй четверг марта Всемирный день почки. Как отметил участник специализированной конференции, нефролог из Москвы Евгений Михайлович Шилов, этот день отмечается специально для привлечения общества, а особенно политиков, к заболеваниям почек. Мы начали выстраивать руководящую вертикаль, мы начали объяснять Министерству здравоохранения о важности наших проблем, о важности хронической болезни почек. Собственно, то мероприятие, ради которого мы сегодня собрались, это мероприятие всемирного масштаба, потому что эти проблемы существуют во всем мире. Проблемы недосознания, недопонимания почечной болезни, как ведущей причиной смертности. И лишь полтора года назад эта болезнь в масштабах мира, на уровне Всемирной организации здравоохранения и Организации Объединенных Наций была признана болезнью убийца. И сейчас мы эту политику проводим на уровне федерального министерства, региональных министерств, работаем с главными специалистами других областей. Проблема глобальная, это проблема государства, это проблема врачей, это проблема пациентам и проблема здорового населения. Вот тут, пожалуй, обращаясь к тем людям, которые еще не заболели, нужно понимать, что наше с вами безрассудство, неправильное питание, переедание, огромное потребление избыточного количества соли, а динамия, избыточный вес курения, избыточное потребление алкоголя, это принципиально серьезно. Сегодняшняя конференция, она организована по инициативе общества пациентов. И то, что сегодня здесь присутствуют специалисты Министерства здравоохранения и также присутствуют специалисты, которые оказывают помощь больным с почечной патологией, это говорит о том, что встреча пациентов, врачей, чиновников, специалистов по организации медицинской помощи таким больным должна принести свои результаты. Вот оказывается, если у человека есть хроническая болезнь почек и почечная недостаточность, то то количество паратериоидного гормона, которое вырабатывается у нормального человека, оно недостаточно в ситуации, когда нарушена функция почек. Поэтому мы говорим, что уровень паратгормона при болезни почек всегда должен быть несколько выше, чем у здорового человека. Потому что этот уровень позволяет осуществлять обмен и прежде всего костный обмен. Политика она единая. Проект международной хронической болезни почек как раз и предусматривает увлечение всех стран, всех правительств в решение проблемы снижения смертности от почек.